МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Испортбетском. Сервис, где геймеры ставят реальные деньги на виртуальные события. Только здесь лучшие коэффициенты и самый широкий охват игр от Доты 2 до Хардстоуна. У нас зарегистрировано более 200 тысяч пользователей. Присоединяйся, докажи, что ты лучше всех разбираешься в киберспорте. Кто сделает первплат? Кто заберет первого Рошана? Кто выиграет на живой раунд? Участвуй в гонке предсказателей и зарабатывай реальные деньги. Чем больше ставок, тем больше бонусов. Вознаграждение за первый депозит до 600 долларов. Испортбетсхом. Живой азарт и холодный расчет. Ну что ж, друзья, вот, собственно говоря, и тот самый момент кульминации. После рекламы мы вернулись. Предлагаю посмотреть, что же все-таки пикнули команды. И какие же будут карты. Напомню вам, друзья, что система проведения этого сезона SLTV Start Series выстроена в два групповых этапа. В инфографике, в принципе, я думаю, в анонсе сезона вы видели то, что две команды выходят с группы и сидятся уже во второй групповой этап. Опять же, первые три места группы, а второго группового этапа отправляются на ландфиналы. Так же, как и три места группы B. Ну и последние места, соответственно, во втором групповом этапе прощаются с чемпионатом. Третий и четвертый прощаются уже в первом групповом этапе. Ну и группа команды Team Kingwin, конечно же, выглядит весьма интересной. Знаете, кто-то отчасти назвал ее нелепой, но я считаю, что именно у этих парней есть как раз-таки отличные шансы на выход со второго места. Потому что в группе D явным фаворитом, соответственно, являются французы Envy. Вот что касается датской команды Undefined. Несмотря на то, что мы о них хорошего мнения, мы видели их игру, мы знаем то, что они действительно сильные, серьезные соперники для любой команды. Они здесь выглядят, мягко говоря, аутсайдерами. И сделать что-то сейчас в матче с кингвинами для них будет тяжело, потому что буквально только что на РГН они уступили свой матч Пенте, если не ошибаюсь. Это был The Dust 2. Но, судя по их последним пикам, они опять же их не играют. Последние, кстати, пять матчей команды Undefined. На самом деле, пяти матчей не было. Было всего лишь три. Один из них был против коллектива Питер на РГН Евролиге, где Питер оказались сильнее и выиграли. Кстати, что там 16-14 карта, правда, была The Train, поэтому 14 раундов это уже хорошо. В рамках Hacer Predator Masters ребята сыграли 2-1 и убили финский Encore. Но, знаете, финский CS, что есть, что его нет. Он как женский CS, но вот финский. Нет, пока в Финляндии нормальной команды, к сожалению. Ну и обыграли команду G-Play на карте The Dust 2. Опять же, на овертаймах болгары не давали им спуску. Тем не менее, 19-17. Что ж, предлагаю, наверное, ознакомиться сейчас с картами, которые будут. Нам стоит все-таки увидеть сейчас процесс пик-бана, потому что это очень-очень важный для нас, для всех момент. И вот пики-уиннер, друзья, я смотрю на Хелдворке, есть такая забавная штука, вы можете пикнуть победителей и попытаться понять, кто же будет. В Датчан не верят вообще нифига. Вот 81% пикнуло просто сразу пингвинов, почему, я не знаю, но это странно, это странно. Мне все-таки кажется, что проблемы у такой интернациональной солянки будут присутствовать. Информация, соответственно, у них будет на английском языке, с одной стороны это понятно, с другой стороны не особо. Так, привет из Москвы, кто завтра будет комментич матч? Хеллрейзер против М5. Это будут делать Тафа и Страйк, они сегодня занимаются как раз-таки всей этой движухой, немножко инсайдом. Ну и пик-бан, друзья. Пик-бан-карт, собственно говоря, между Кингвин и командой... И командой Копенгаген-Вульфс. Маппул, кстати, в этом сезоне, друзья, выглядит следующим образом. Опять же, нами всеми любимый Дэкэш, добавленный Дэкоблстоун еще в прошлом сезоне. Дэдас 2, Дэнферно, всем знакомая и известная. Карта Дэми Рэйдж также присутствует в маппуле этого сезона. Всеми любимый Дэд Рэйн и всеми любимый Дэл Лав Пасс, в смысле Овер Пасс. Но будем надеяться, что все будет ок. Итак, по пик-бану, в принципе, становится понятно, что первой картой будет карта Овер Пасс. Ее, опять-таки, забирает датская команда себе, отказывается играть Дэдас 2, которая только что проиграла, и карту Коблстоун, которая, видимо, по всему не играет. Что ж, вторые пикали ребята из команды Кингвин, но, в свою очередь, они забанили Трейн, который играть точно не хотят, потому что состав молодой. Ну, еще, чтобы такую карту действительно играть на 100%, должно пройти время. От карты Дэкэш почему отказались, неизвестно, но, скорее всего, они понимают, что датчане, может, что-то на ней могут. И, тем не менее, второй картой этого матча будет Инферно, друзья. Третья карта будет Мираж, это Дэдсайдер из того, что осталось. Ну и, собственно говоря, на этом, я думаю, вам все становится ясно по пик-бану. Вот проблемно только выглядит отсутствие, на самом-то деле, Кобла в пуле. Мне было бы интересно посмотреть, как команды, которые, возможно, где-то сдали сбой, где-то у них сдала назад, в последних встречах сыграли бы карту и бегали там, как товарищи крабики. Но до этого пока не дошло. Что ж, в итоге маппул всем понятен. Первая карта Оверпасс, это пик команды ex-Копенгаген-Вульфс, они же Undefined, Kingwin выбрали карту Дэнферно. Ну и последний, соответственно, остался Мираж. Кстати, на заметку возьмите, друзья, то, что Kingwin точно не играет кэш. И карту Детрейн, опять же, обзор карты Оверпасс на ваших экранах. Тересп, Тересп выглядит вот так вот, я думаю, все его видели, все с ним знакомы. Кстати, игроки тем временем уже заходят на сервер потихонечку, потихоньку, по чуть-чуть. И вот я смотрю, что у команды есть вот там в спектаторах один из игроков. Кто же это такой? Швед Дэниэль Моралес с ником Дэниэль. Опять же, друзья, на экране карты Оверпасс. Скорее всего, тренер. Скорее всего, это будет тренер Солянки Кингвиновской. Ну и будем надеяться, что парни, может быть, где-то выстрелят на сервере. Пока что еще... Сервер пока еще пустует. Не хватает пятого игрока команды Экс Копенгаген Вульф. Вроде зашел. Такс. Ну что же, друзья, длина на ваших экранах от карты Оверпасс. До рестартов у нас, кстати, считанные минуты остаются. И пока мы ждем. Что ж. Опять же, интересное обозначение WC. Всем известный, опять же, туалет. Самая, кстати, опасная позиция. A-Short также присутствует. Ну, обзор. Обзор карты получился весьма интересным. Опять же, не знаю, сколько здесь возьмут Кингвина. Но будем рассчитывать на то, что все-таки сайдпик заберут они. Потому что молодой команде стоит начать в защите. Друзья, сегодня читал интервью со снайпером команды Кингвин. Это Фокс. Португальское звено коллектива. Очень хороший индивидуальный снайпер. И в интервью он говорит, что команда испытывает все-таки давление со стороны сообщества. Потому что шумихи этот состав произвел действительно очень и очень много. Я думаю, все просто могут зайти, друзья, и почитать комментарии на Хелтворге. Опять же, которых там уже примерно 546. И все просят команду Кингвин действительно выигрывать. Да, ну вот любят этих парней. Тем не менее, ответственность на пределе для португальской команды. Кстати, Фокс также в интервью рассказал, что все ждут, чтобы посмотреть, как играет эта команда. Но в целом он сказал, что мы играем пока что хуже, чем, например, это будет происходить через неделю. Потому что они только-только начали собираться в одно единое целое и строить команду будут непосредственно по ходу своих собственных официальных матчей. Ну и параллельно будут, соответственно, пытаться что-то показывать нам. И самое интересное, друзья, что команду все-таки, да, есть в этом интервью сноска про тренера, друзья. Тренером команды является Дэниэль Моралес, это Долита, это бывший тиммейт Эмилио. Представляете, какой у них тренер. Ну, по-моему, это будет веселый составщик. Знаете, вот история ПКСа показывает, что все-таки команд интернациональных, их успех относительно определяется тем, на каком языке они разговаривают. Ну и английский язык непосредственно, наверное, будет основным у этой солянки. Что ж, друзья, ну, я вот уже жду, не дождусь начала матча, потому что смотрю все на сервере. Тенский, Силлиан, Мэйви, Хандерл, Глейви. Жаль, конечно, что вот организация от них отказалась. Тем не менее, нам будет что вспомнить еще из прошлых сезонов. Да, все-таки тренер команды Кингвин будет присутствовать в спектаторах. Что ж, ну, в ожидании рестарта, наверное, можно посмотреть, что там сегодня вообще на CSGO лонжи происходило. Потому что я все эти моменты пропустил, упустил из виду, готовясь к сегодняшнему эфиру. И так, 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 пытаюсь найти матч. Матч, 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 матч. Что ж, составы команд на ваших экранах. А вот коэффициент нам говорит, что все-таки 81% лонжа ставят на команду Кингвин на Копенгаген Вуллифс 19. Но, опять же, мало верят в этих ребят. Мало верят в этих ребят. У нас начинается сайдпик на карте, друзья, опять же, игра на центре. Эх. Ну, еще раз, составы, друзья, Копенгаген Вуллифс, экс Копенгаген Вуллифс. Это Асилиан, Глейви, Тенский, Мэйви, Хюндалар. Состав команды Тим Кингвин. Всем известные Ники, Скиттен, Фоксири, Сонжи, Фокс, Рейн, Гроза, норвежская ВП, норвежский суперплеер. Майки Лели, конечно же, убранные из команды Найпи. И великолепный Адиль. Адиль, Скрим и фамилию не будем, наверное, изобретать заново. Что ж, у меня появляются, наконец-то, звуки игры. Ну, сайдпик закончился, как вы видите. И, в принципе, мы ждем готовности команд разыгрывать. Защита будет за Кингвинами. Кстати, спонсор весьма интересный. Я думаю, что все-таки доля ответственности, даже она немаленькая, немаленькая возлагается на эту команду. Потому что такие организации, которые собирают свою пятерку, они все-таки готовы вкладывать в это деньги. Что ж, первый пистолетный раунд нам раскроет практически все карты. И мы увидим готовность команды Тим Кингвин. На ножах были весьма великолепны. Опять же, друзья, дебют. Дебют, первый официальный матч. И, ну, в интересах этой команды сейчас выиграть его, потому что, хотя бы первую карту. Потому что, знаете, вот были и такие комментарии, помимо позитивных, и, не знаю, и комментариев от фанбоев, были и другие. Например, один из, не помню кто, не помню кто, но один из игроков или пользователей просто Хэлтворга написал на сайте в комменте, что это Грицис. Это сборная обиженных. Так, датская команда открывается через болот. Тем временем уже есть первый минус. Скитона, как по заказу, убрали попытка пыша в подвале, и здесь нужно бороться с Тэнски во всей красе. Есть отстрел. Скрим плюс Рейн в паре сыграли идеально. В сложной ситуации датская команда. Их пытаются не запустить на Б и держат под контролем на болоте. Фокс играет у Кингвинов в девяточке. У него там тоже сейчас будет один интересный момент. Он уже увидел подъем и пытается что-то с этим сделать. Ну и, в общем-то, на полноги выходит команда из зданий на плент. Бомба установлена. Выбивание под флешки Майкелеля с девятки. Фоксир из пленте действует. И тут идет загон с двух сторон. Датчанам не уйти. Мэйви. Мэйви. Один на один. Опасная ситуация. Мэйви просто протаранил всех игроков команды Кингвин, будучи краснющим. Вот это вот выскочил из-под прицела у одного игрока. И больше на него просто никто не посмотрел. Ужас. Ужас, что сделали сейчас датчане. Взятый пистолетный раунд. Казалось бы, команда Кингвин сейчас канул в лето. И, в общем-то... Ну, грубейшая ошибка. Это можно назвать грубейшей ошибкой. То, что не смогли три в одного закрыть последнего датского игрока. Ну, будет он бомбардиром или нет, покажет время. Что ж. Степплей под бэплент опять-таки. Ну, не медлят датчане со скоростью игры. Но, с одной стороны, это может хорошо. Но, с другой стороны, это закончится плохо для них. Потому что вот у Кингвинов сейчас на болоте есть интересная ситуация. Они могут совершить мув в спину. Если сыграют внимательно, то два минут с этим ребятам обеспечено. Ну, остался Хюндалар. Опять же, он поджидает вот таких вот ядовитых и хитрых действий от защиты. Есть выход с трубы, но идут в перекрестный огонь. И здесь, соответственно, без шансов для команды Кингвин. Два в три. Два в три. Остается скаут без армора у Рейна. Скитон остается на ЦЗ со вторым армором. Пикает фармган. Ну, и попытки уйти на сейф его, естественно, закрывают. Рейвен этот девайс оставляет за собой. Ну, что ж, неплохое начало для датской команды. С учетом того, что они все-таки последний матч проиграли буквально несколько минут назад. И их там погромила команда Пентаспортс. Я думаю, я не рада здесь уже вести со счетом 2-0. Также, друзья, напомню вам, что фидбэчить вы со мной по-прежнему можете в Твиттере. twitter.com.sl4mtv Также можете фидбэчить с Юрой, с Трайком, когда он будет в эфире. Его Твиттер на всякий случай просто упомяну. twitter.com.sl4mtv Ну, и смотрим дальше за матчем. Что, шокераунд для команды Кингвин. А вот датская команда просто дублирует свое поведение. Опять же, тот же самый выход на Беплент. Но на этот раз, на этот раз европейская соляночка пыталась угребить длину и всех зааркадить. Но из этого ничего не получилось. Ну, и на карте вы видите прекрасно, что им предстоит сейчас стягиваться обратно на Б. Датчане, несмотря на отсутствие сопротивления на Бепленте, все равно потратили дымы, гранаты, флешки. Что говорит о внимательном и адекватном подходе в этой встрече. Минусат, тут говора. Закрывает спину. Не играет пока что Мэки Леля. За три, кстати, сыгранных раунда у Экзема пока что статистика 0-0-3. А вот португальское звено составов Аксирис уже сумел урвать один фраг. Что ж, матч продолжается. Пытаются сейчас подстраховать друг друга Кингвин и хотят сделать немножечко фрагов. Ну и бомба открывается. Ну, в набор смертей играть ребята не хотят. Тоже, в принципе, очень хорошо. Создается впечатление, что тренер действительно знает свое дело. Опять же, друзья, тренером команды является Долита. Это что касается Кингвин Копенгаген Вульс, вернее, бывшие Копенгагенские Волки. Сейчас вынуждены играть на самомотивации, потому что им нужна организация. И от результатов SLTV Star Series, я думаю, будет зависеть их зарплата в их профессиональной Counter-Strike карьере. Что ж, начинается первый девайсный раунд. И сразу стоит отметить, что на ВП Кингвин и не копили. Остался скаут, три кольта. Четыре кольта. Это все эскип. Закупка по гранатам выглядит весьма хорошей и перспективной. Но не с ног сшибающей, потому что на вторую волну раскидки не будет. И Рейна уже пытаются рихтовать в центре. Рейн. Ну, пропускает, тем не менее, туалеты. Пытается играть гипо. Хингвин его обходит. Попадает в X-Fire. Все, без шансов. Мидл разыгран. Мидл разыгран в преимущество для датчан изначально. Но Берлин там ломает все стереотипы. Моментально разменивает своего тиммейта. Проскользнул в дым. Четыре в три датчане остаются в меньшинстве. Первый девайсный раунд может им не зайти. Мэйвис АВП и есть для датчан плохие новости. Если один игрок не мобилен, то это никак не А. Но будут пытаться реализовывать АВИК. Опять же, пока перестраиваются под АПЛЕНТ. На ваш экранах, кстати, защита АПЛЕНТа. Вы видите то, что Скрим и его тиммейт стоят от банка. И от, не знаю, старого АПЛЕНТа, если это можно так назвать. Что, в принципе, не должно позволять заходить. Но Мэйви... Мэйви забирает любопытного Мэйки Леля. И, в принципе, датчане готовы начать и закончить эту атаку на АПЛЕНТ. Одымление банка. Скрим при попытке выхода. На ПЛЕНТе играет Скрим. Ну, тут все внимание, конечно, сейчас приковано к снайперу датского коллектива. Потому что от его фрага зависит все. Гибкий дым. Попытка игры дальше. Скрим, ПЛЕНТ. Отличная игра. Минус Мэйви. Бомба ставится в дыму. Выгивание от Скидана наказывает на Метрия Тенский. Но бомба все-таки встала. 3-1. Первый девайсный раунд берет команда Кингвин. Но датчане были близки, как никогда. Кстати, манера защиты, закрытая защита Кингвинов тоже немножко меня впечатляет. Потому что я лично не ожидал увидеть настолько четкого и аккуратного стиля игры. Опять-таки, Фокс в интервью сказал, что команда волнуется. Она испытывает некое давление со стороны сообщества. Потому что на этот коллектив почему-то все возлагают надежду. С другой стороны, если посмотреть, то причина ясна. Каждый игрок этой пятерки является медийной личностью. Разве что только Скидтон не особо открыт для комьюнити, как и Фоксирис. Но вот ребята типа Экзема искренне достаточно популярны в странах Европы. Да и не только. Что ж, датская команда попробует перехватить инициативу снова. Но уже не ловит удобный тайминг. Начинается все с убийства от Скрима на центре. Датчам неплохо притормозили. Они начинают просто стоять на месте, простреливать в ожидании дополнительного ретейка. Но Кингвин, сохраняя дисциплину в своей игре за защиту, спокойно покидают опасное пространство. Здесь датская команда начинает работать над выходом в другую точку. Тем не менее, длину под контролем также оставляют. Если посмотреть карту, то станет, наверное, более понятно, как же датская команда перетягивается. Одну позицию остается Крид Глэйви. Его задача работать на длине. А вот вся остальная команда стягивается на Б-плэнт и попробует сыграть опасный выход. Выход будет действительно опасный. С учетом того, что у Фоксириса уже АВП и он готов наказывать в трубе этих парней. Ждет, возможно, фиаско. Но посмотрим, что будет. Оу! Let's double! Let's make a triple! Боже, ну... Вот triple kill просто от Фокса в трубе. Отличный тайминг. Дальчане без гранат атаковали. Попытка удивить оппонентов игрой от шифта ничем не закончилась. Но будет ли здесь квадро? Так, квадро в раунде. И дебютный... Дебютный матч. Кингвин начинает вот с таких вот похорон датского КСа в длинной трубе. Блестящая игра от Фоксириса. Блестящая. Напомню вам, друзья, что этот парень обыгрывал НИП в СТ, будучи игроком команды Кик. Выступал за Кик он достаточно долго. Несколько сезонов Старладдера так точно. Но после чего их команда развалилась, потому что, опять же, на международном уровне эти парни ничего конкретного не показывали. Что ж, датчане остаются без денег. Это уже большие... Ну, не то чтобы большие, но проблемы. Как-никак для них. И... Экспериментировать с экономическим раундом парни не хотят. Просто играют до контакта на... Скрим плюс Рейн. Знаете, Бильгейтс плюс Норвежу. Вот я все видел. Вот если ты видел этот матч, ты видел все серьезно, потому что... Даже когда был Counter-Strike 1.6, самая, наверное, нереальная сборная солянка. Так, момент с Фоксом, друзья, перед вами на экранах. Опять же, Фоксирис закончил очень твердо в раунде. Разыграв просто фантастически и выцепив последнего игрока. 3-3. 3-3 после Эка. И датчане только сейчас попробуют удивить всех нас своими девайсами. Так, ну, по деньгам они присели. 250, 200, 100. Опять же, один раунд для них за два. И они снова бегут на Фоксану. На этот раз... На этот раз португальцу капитально не везет. Он пропускает раш. Тенский в паре с Глэвем идеально играет. Попытки перехвата от Майкелеля. Штраф на одного игрока. 4 в 4. Численное равенство. Но можно зайти в спину. Хотя, зачем спина, когда истенский, который просто изнасиловал весь суппорт команды Kinguin. Вот это поворот. Но игра в меньшинстве здесь уже перспектива и как бы не светит. Тем не менее, агрессия от Майкелеля в зиге и очень неэффективная защита. 2 в 2. 2 в 2 благодаря скриму и Майкелеля. Опять же, скрим дополнил. Дополнил этого агрессивного шведа своим АИМом. И сейчас будет попытка дефьюза бомбы. Но ситуация очень опасная. Опять же, игроки нападения в перекрестном огне. Глэйви играет в очень удобном тайминге. Здесь должны быть похороны. Ложится дым. Идет в шитер дым. Но бомба стоит не так и скрим. Скрим, боже мой. Скрим играет нетипично для себя, вцепившись в эту бомбу зубами. Дефил ее ошибкой от датской команды. При том, что ошибка просто фатал эрор. Они ставят бомбу. Они ставят бомбу совершенно неудобно для их расстановки сил. Отправляют Глэйва обходить в спину, чтобы он закрывал дефьюзера. Но в итоге, но в итоге она встала просто за трубой. И Глэйви даже не понял, куда они ее поставили. Начал простреливать дефолтно. На дефолте никого не было. Провальчик, дачаня. И вот такими фичами, конечно же, ребята из Кингвин должны пользоваться. Рад за скрима. Так, плохо сыграл на длине скрим только что. Очень плохо. И что он будет делать дальше? Ну, пропустил, по сути, сейчас всю длину. Тем не менее. От Рейна избавились по джиме ребята из Экспенгаген Вульфс. И для Кингвинов это значит только одно. Закрытая защита. Попытка сыграть в упоре на длине от бельгийца заканчивается фейлом. Опять же. Ну вот, если бы он начекал их в начале раунда, они бы понимали всю расстановку. Но здесь дачанам, конечно, по таймингу очень сильно повезло. Отсутствие информации. Идеальная реализация АВП на проходе в длину. Ну и Аплэнд Сноу под контролем датской команды. Вот волками их уже называть, по-моему, как-то поздно. Что ж. Фокс плюс Китон вдвоем. Опять-таки попытка нанести как можно больше урону. Забрать как можно больше игроков нападения с собой. Ну, пара фрагов. Плюс 300, плюс 300 будет уже неплохо. Тем не менее. Излишняя агрессия, конечно, здесь будет наказываться. И датская команда на очень, на очень хороших и наглых позициях спокойно реализует, в принципе, свои фраги. Не отпускает с Китона. Банк доигран. Глэйви красава. 4-4. Ну и первая половина пока. Первая половина пока для Кингвин складывается весьма... Весьма дружелюбно, знаете ли. Ну, будем учитывать то, что, друзья, все-таки по картам это пик команды Копенгаген Вульф. С Кингвина же предпочитают играть Инферно. Эх, не увидим мы дефолтов в этом сезоне. Нас ожидают Трейн и Кобблстоун, и, по-моему, все группы, включая эту. Что ж, снова агрессия на центре от Кингвин. Никак не могут уйти. Ну, никак не хотят отдавать инициативу с начала раунда. И на этот раз... На этот раз закрытие с длины. Ну, самое главное, у Акзема появилось ИВП, друзья, и на длине. Теперь он, в принципе, не должен пропускать Мэйви, хотя кто его знает. Потому что датский снайпер в этом матче уже за 9 раундов показал невероятную мобильность. Опять же, вот разыграв в начале раунда под Б, его отправляет капитан команды доигрывать длину. И, по сути, тот же самый раунд вырисовывается у Копенгаген Вульф. Но на этот раз Кингвина, вовремя отдав длину, по-моему, даже прочекали занятия центра, прочекали занятия длины. Тем не менее, работать датчане продолжают по той же схеме. И позиция Экзема на пути будет являться ключевой. Опять же, от его игры со снайперской винтовки сейчас зависит практически все. Пропустит Мэйви, не пропустит. Минус Аттенский при опасном розыгрыше в центре. Замашнили Фокса. В итоге на Б теперь остается один-единственный Скиттен, по-моему. Да, да. И он играет строго чек-бехайд. Но датскую команду не волнует. Успех размена под бэплунтом. Они все равно пытаются выйти на характере ва. Установка бомбы в дымы. Ну, и Асилиан первый в стеке будет заходить. Кингвины готовы. Но ошибка в позициях. Ошибка в стрейфах. И Рейн со скримом падает в защитные секунды. Майки Лелли не может никого вызуметь вообще в течение всего раунда. И датская команда очень четко чувствует игру своих соперников. Пока можно сказать только лишь это. Опять же, абсолютно непонятно, почему и по какой причине... Вообще, по какой причине кингвины не пытаются играть в размен на центре? Почему они пытаются к 40 секунде по дефолту отходить? Ведь именно этот таймер... Именно этот тайминг являлся решающим. Что ж, сейф от экзема на наших экранах. Это единственное, что он может сделать. Но и тут у бедолаги экзема не идет. Вообще, у экзема статистика 3-0-7, 5-3-6. Идет Рейн, скиттен идет 6-0-6, 7-0-6. Фокс, скрим 8-0-5. Опять же, вырывается во фраг лидера. Удачан, тэнский, глэйви, мэйви. Судя по статистике, сейчас играют основную роль агрессоров. И вообще, кэрри. Так что... Ну, у них это получается. Вроде них и незнакомые, но раздают и попадают. Ребята, дай бог. Опять же, напомню вам, друзья, что это самомотивация датчан. Здесь им просто строго необходимо на этом Старладдере выигрывать. Как минимум, выходить с первого группового этапа. Потому что есть шанс подписаться под какую-то организацию. Любая организация хочет команду, которая способна на результат. И для датчан этот результат будет являться оптимальным. Что ж, счет 5-4. Опять же, у кингвинов укрепление в коридоре не сработало. Аркада на длину тоже не сработала. Они как какие-то проклятые ребята, реально. Ну, скрим. Ну, давай, братан. Оу! Головошот в глэйва. Хюндон уже под девяткой, кстати, на апленте. И выбивания здесь, по-моему, не будет. Да, выбивания не будет. Хотя, хотя, хотя. Скитон стрельба есть. Тритейк 4 в 3. А вот это уже интересно. Меньшинство у датчан. Подсадка. Подсадка от КТ. От игроков защиты. Мэйви мажет с авика. 3 в 3 ситуация. Со второй попытки все-таки делает минус. Ну и кингвин не смогли скоординировать свои действия, чтобы синхронно выйти со всех сторон. Датская команда в этот момент просит паузу. С чем она связана, я не знаю. Но подвижных игроков я не наблюдаю. Дос. Дос. Кто-то говорит Дос. Ну и по-моему, по-моему, болельщики команды Кингвин уже приступили к активным действиям против датской команды. Хюнден. Хюнден пишет сейчас, что его досят, но нет. Досят Тэнски. Досят Тэнски. Что ж, друзья. Ну вот пока пауза, наверное, стоит уже отметить смело, что действительно очень плотно. Очень плотно кингвины взялись за дело. Видно, что стараются играть осторожно. Но, по-моему, этих, знаете, аккуратных действий в их исполнении было очень-очень и очень много. Это является на данный момент лишним. Все-таки они команда, а вот состав команды Undefined пока выглядит скорее больше как микс. Так, ну что ж, попробуем узнать сейчас информацию по поводу того, что будет с Тэнски. Да, просят все-таки, просят несколько минут. Сейчас будут фиксить ситуацию. Идет ребут. Тем временем, наверное, я могу зайти в Twitter. Да, у меня есть здесь твитдек. Twitter.com.slash.lfo.mtv. Также подписывайтесь на социалку ВКонтакте. Вк.com.slash.lfo.mtv. Там, кстати, завтра будет анонс конкурса с ножиком БНТ. Конкурс репостов. Потом вот эта вот МП-7 великолепная с гонщиком там каким-то. И что же еще сейчас скажу. И такой синенький баксов за 17 по 2000. Не помню, как он называется. Что-то связано с морской пеной. Вот. Но это будет уже завтра. Так, в Twitter, что пишут вообще пользователи по поводу матча, зрителям. Так, Кингвин. Так, весьма неплохо смотрится Кингвин. У них защита весьма гибкая. Хотя карта явно не их. Но вот длину, вы сами видели, они длину отдавали каждый раунд. И каждый раунд, как только они оттуда уходили, там оказывалась вся датская команда. То есть зачем вообще занимают длину, если они не уверены в своих силах. Тоже не ясно. Так. На новом сезоне будет английская студия комментаторов, аналитиков, как и в прошлый. Да, будет. И вот люди хотят увидеть Фифларна. Не знаю по поводу Фифларна. По-моему, DDK и его друг DDK другого цвета, он справится. Так, кто капитан в команде Кингвин? Там, наверное, они пошли путем не капитана, друзья. Опять же, в интервью Fox, снайпер команды на Халтворге. Я не знаю, если вы не читали, зайдите, прочитайте. Он описывает ситуацию так, что есть все-таки у них тренер. Это Долита. И, скорее всего, координацией занимается именно этот в прошлом шведский профессионал. Так. Такс. Далее. А в правом ухе нету звуков микрофона и справь. А вот это уже не ко мне, а к нашим могучим режиссерам, друзья. Убейте режиссера. Режиссера здесь уже полюбили, я смотрю. Что может сказать о команде Acer? Ничего. Такс. Вот сейчас надо. Так, а как здесь банить? Во, все. Забанил. Пожелаю удачи. Завтра экзамен по-французскому. Если что-то плюсы пингвинят, интересно, хорошо ли сыграет многонациональная команда. Бонжур. Бонжур. Undefine отнесли ли против Penta? Игру перенесли вроде, да, перенесли. Просто я там смотрел, счет был вообще нелепый. Ну, увидим. Да, да, походу у них там перенос. Ну, значит, их подловили где-то в начале камбэка. В общем, это уже не суть важно. Что ж, смотрим дальше, что происходит. Считаю, что у Копенгагенов есть шансы. Да, они есть. Опять же, друзья, у них самомотивация. Им нужно, им просто жизненно необходимо сейчас вернуться обратно в тонус и показать то, что они хорошая команда, потому что им нужен спонсор. Без спонсора они никуда не уедут. Так, думаю, что Кингвин очень аимщики, но желаю им удачи. Вот смысл комментария непонятен. Так, передай привет Базинге. А страйк ворвется? Нет, друзья, сегодня страйка не будет. Страйк будет завтра с нами весь день. Завтра Стаффа не комментирует. Напомню вам, шоу-матч Moscow 5 против команды Hellraiser. Потом мы начинаем эфир SLTV Star Series вечером. Если будут параллельные матчи фрагбайта, на них обязательно ворвется Федор Квант Захаров. Возможно, один он пропустит, но в целом все будет ок. Так, чекаем дальше. Настрой микро уже свой. Так, вот, друзья, не пишите мне, пожалуйста, по поводу звука в Твиттер, потому что по поводу звука какого-то качества картинки, потому что это все делают режиссеры, и они в курсе. Я к этому отношения не имею. Так, за что скриму ваг дали? Не давали скриму ваг бан. Это была шутка со стороны админа Faced, который был уволен на следующий день. Так, они наоборот не чувствуют давления. Ну, да, я знаю, как это переводится. Но он же объясняет, что оно присутствует, потому что от этой команды ожидают сейчас невероятные игры. Так, вероятно, просто решили отдохнуть от турниров. Так, обзор карт онлайн без смс-регистрации на Слэм ТВ. У нас же 46 новых твитов. Давайте, наверное, к ним перейдем. Привет, Слэм. Привет домашнему от Луни. Поставили на KingWin. Сидим нервничаем. Не нервничайте. Далее. Тебя троллят насчет звука. Да, я понимаю. Я даже не обращаю внимания, если честно, потому что я знаю, что наши режиссеры и звукорежиссеры, они сделают все сразу и починят, потому что они классные парни. Так, передай привет городу Чебоксары. Так, ты не договорил, какая судьба постигла такие команды в 1.6. Но они быстро развалились, потому что это было нереально. Опять же, вот вспомните там состав Нуа, Америка, Норвегия, Канада вообще безумный. Плюс все солянки, они либо разваливались, либо не показывали результата. Опять же, вот много примеров шведо-дасских коллективов. До топ-3 доходили, но не дальше. Так, привет из старого оскола. Как попасть в про-тиму? Позвони Солу, он подскажет. Так, я уже повзрослел. Вот комментарий года, друзья. Я уже повзрослел и понял, что не нужно материться в чате. Разбаньте меня на Твиче, мой ник. Нет, друг. Друзья, в чате Твича, опять же, те, кто ругаются матом и те, кто балуются, эти все парни получают бан пермоментом навсегда. И получить анбан вы можете только в одном случае. Оформляйте подписку на twitch.tv. Платите деньги, пишите админу, админ вас разбанит. Только так. Поэтому будьте внимательны и культурны. Что ж, матч продолжается. Счет 4-6. Освежим нашу память и вспомним все-таки, что кингвины дали жару, но в основном благодаря товарищу Рикардо, он же Фоксирис, который принимал Беплент. Сейчас ситуация выглядит следующим образом. Байраунд в исполнении датчан. Одно АВП. Хороший стэк по раскидке. А вот у игроков защиты есть проблемы. Кто-то остался с первым армором. Тем не менее, одно выбивание есть. Хорошая подсадка. Берлин там реализация. Да, и сразу же после первого минуса ребята уходят с центра карты, оставляя после себя смог. Датская команда немного подумает. Предлагаю, наверное, все-таки наблюдать за Мэйви. Сейчас у него будет разыграна длина. Именно этот парень в нескольких раундах позволял своими фрагами с АВП давать тачдаун на бомбу. Но в этот раз, играя с венями, как видим, датчане не справляются в центре. Их совершенно спокойно принимает скрим. Опять же, в дыму. И Мэйви вынуждены развернуться и играть в паре с Тенске. Ну, раунд, можно сказать, без шансов уходит в копилку команды Кингвин. Возвращаются к нам звуки игры. Наконец-то. Ну и, как видим, Мэйви вместе с Тенске уходят на сейв. 5-6. 5-6 раунд преимущества остается с датскими волками. Но, знаете, в атаке они уже взяли, по-моему, больше, чем надо. Опять же... Опять же, количество их раундов в атаке полностью оправдывает их пик. Они уверены, они собраны, они знают, как ее играть. А вот, знаете, Кингвином будет тяжелее. Мне кажется, что именно вот языковой барьер, который будет в этом матче... Ой-ой-ой, какая ошибка сейчас была от Мэйки Лели. Но он вовремя увидел Хюмбелара, сразу разменял. Подвал занят им. 4-5. Игра по длине. Втроем от датчан. Центр чистый. Один игрок под Б. Плантом. Но это будет полуфейк. Тенске будет ждать перетяжки. В итоге, Тенске. Граната в дальнюю. Спалился Фоксирисом. Давление создается на две части карты. И здесь, посмотрите, датчане длиннее сейчас будут делать просто... Не знаю, вскрытие Аплента. По-другому этого не назвать. Кингвины этого не ждут. Датчане уже в упоре. Дымы продлеваются на центре. Быстрая атака на минуте. Тенске с бомбой перетягивается. Попытка убийства уже. Ой-ой-ой, выход пошел. Осилия застает врасплох. Но Мэйки Леля тут как тут. На этот раз играет более чем идеально. Тем не менее, благодаря Мэйви и его АВП в очередной раз датчане пробивает Аплент. Это тачдаун. Но бомба не стоит. Бомба не стоит. Снайпер команды. Дефайнер дожидается Тенске. Бомба ставится на туалет. И игроки защиты сейчас попадают в очень тяжелую ситуацию. Выпад. АВП. Центр нет. Все, Мэйви падает. Фоксирис вершит правосудие. Есть два потрясающих фрага. И... В общем-то, раунд достается команде Кингвин. Что ж, 6-6. Тринадцатый раунд. Ну и экономика начинает сейчас пропадать потихонечку у датского коллектива. Что ж, Экзем играет на этот раз на длине. Ну, опять же, вы видели, чем закончилось в прошлом раунде. Датчане начали по длине. При том, что очень четко понимали, что ее никто чекать не будет. Потому что Мэйви, наверное, все вот эти желания его соперников играть в длину, просто отбил своим ОВП. При том, что очень четко разыгрывал в несколько раундов подряд. Кряду, кстати, открывались на уровне. Ну и сейчас датчане делают такой же по скорости раунд. Но отталкиваются от того, что попробуют зайти через центр карты. И попробуют выбить туалеты. Но минует их. Пропускает Рейн. Ого, минус спиня. Минус от скрима. Провал датчане. Попытка проскользнуть из-под взора команды Кингвин. Для них заканчивается просто серия фрагов в спину. Единственный, кто в этом раунде сыграл как надо, это был Асилиан. Ну, его задача также была, в принципе, пройти в спину к сопернику почти на пустой бэплент. Потому что, опять же, укрепление НА стало в численном преимуществе. И датчане это понимали. В итоге счет 7-6 минус экономика. И датчанам предстоит играть пистолетный раунд. А вот у Кингвинов все хорошо. 7-300 Майки Леля, 3-500. Вроде как бы возвращаются сейчас в игру парни. Опять же, для них важно. Для них важно на этой карте просто сыграть 9-6 первой половине. А в атаке будет, что будет. Пик датчан, в принципе, может остаться за ними. Но далее нас с вами ожидает другая карта. Это уже будет пик команды Кингвин. Что будет там происходить, пока не ясно. Что ж, экзем на длине. Скрим подвал подвал. И, в принципе, спалил весь выход на центре с пистолетами от своих соперников. Кингвин призвал на помощь Рейна. Рейн, в принципе, один фраг сделал. Но пока играет весьма опасно. Попытка уйти с Юспом. Две пули в кольте. Майки Леля. Мейн керри Аплента. И его ВП сейчас должно вершить правосудие. Но вот тут-то датчане поступают весьма нелогично. И просто выходят в сторону Бплента, перетягиваясь на болото. Кингвин готова к таким раскладам. Поксирис. Вообще идеальный. Идеально закрывает Хюндлара. Но у нас остается висящий на респауне Тенский. И, собственно говоря, Глэйви, который играет на болоте. Датская команда сейчас находится в состоянии тимтолка. Снова ставится пауза. И, по-моему, этим парням не везет. Не везет капитально, потому что в противном случае у них есть еще пять минут. А потом стендин. Да, все. Датская команда, друзья, будет юзать стендина в этой встрече. Ну и тут, соответственно, у меня для них печальные новости. Ну, кто же виноват, что Тенский просто гений зла и не смог реально нормально настроить себе оборудование? Просит кикнуть. Просит кикнуть последнего игрока атаки. Да, подвис. Ну, знаете, судя по статистике, Тенский и по тому, как все-таки Тенский работал в начале первой половины. Напомню вам, что он сделал там в двух-трех раундах по минус два, минус три. Открыл несколько раз точку. Это сейчас великая. Не то, что даже великая. Это огромная потеря для игроков датской команды. Что ж, к ним зашел товарищ, как я понял. Ну, вот какой же у него ник. Сэнден. Сэнден в качестве стендина. Тенский покидает игру. Ну, честно, не знаю, кто такой Сэнден. Прямо сейчас смотрю профиль, попытаюсь понять, кто же ты такой. Расмус Сэнден, друзья, 19 лет, живет в Дании. Играет часто ЕСЕ. В общем-то, выступал за состав Рокат, наверное, в прошлом, судя по аватарке. Ну, ладно, смотрим. У него, в принципе, здесь и ТКР. Скорее всего, он до сих пор является игроком Роката. Опять же, Роката не участвует на Старсерии. Поэтому, ну, пик Датчан на Стендина, в принципе, абсолютно выглядит оптимально и неподозрительно. Что ж, кингвины таки вырвались вперед. Есть шанс закончить первую половину со счетом 9-6. И пока сбор информации под Бэплэн Том. Факсирис против О-Йо-Йо. И Факса там, конечно, вообще лютая сейчас была ситуация. Почти дощекал игрока атаки. Датчане готовят проход по длине. Глави против Скрима, в принципе, сейчас будет. Картина на лонге, под флэш пытаются разыграть Беннерли. Там вот уходит вовремя и четкий выпад. Ну, а Силлиан не выигрывает перестрелку. Второй. Хорош, под свою же флэшку Глави. Вот это поворот. Чувак накидывает флэш на Скрима, сам от него флэш. Это Скрим забирает человека с фейспалмом. Боже мой, Глави, как ты на это вообще пошел? Просто отсутствие понимания, как разыграть. Ну, видимо, переволновался в ответственной ситуации. Хотя, с учетом того, что только что был призыв Стендина, я думаю, датская команда потеряла нить к игре. Так, Фоксирис. Игра на Б-планте идеальна. 8 хп был у Фоксириса. Сэнден мог закрыть. Ну и дальше связка работает практически без единого разрыва. Скиптен плюс Фоксирис. Мэйви ласта. 23 хп. Его даже не пушат. Его даже не пушат. Фокс, правда, обходит в спину. Мэйви умирает от гранат и Скрима. Все. Все. 9-6 заканчивается первая половина. Очень уверенно сыграли. Предлагаю, если есть возможность нашим режиссерам, посмотреть лучшие, наверное, моменты, так сказать, первой половины. Ну, хотя бы квадрокил от Фокса, я думаю, достоин нашего внимания еще раз. Потому что момент был действительно очень и очень важный для этого снайпера. Что ж, думаю, самая обсуждаемая команда последней недели, Тим Кингвин, сейчас нас удивит и возьмет первую карту. Как дальше будет складываться, пока не ясно. Что ж, друзья, повтор от Фокса. И, как видим, вот такие вот расклады были в первой половине. Опять же, идеально контролировал. Он там еще потом последнего дождался на тайминге. Ну и со счета 9-6 будут продолжать играть Кингвин. Опять же, пистолетный раунд для них сейчас решает практически все. И вся команда отправляется на центр, кроме Скрима и Майки Леля. Интересная связка для игры в подвале. Два пистол Кинга, по сути, потому что один попадает 100% в голову. Второй также. Ну и у снайперов, естественно, пистолеты должны быть пожестче. Скрим, в принципе, стреляет в пистолетов хорошо, потому что это Скрим. А вот Майки Леля, это его второе оружие. И посмотрите, что Кингвины творят просто... Ну вот, если, знаете, если сравнить сейчас команду Копенгаген Вульф с их, например, коллегами по цеху изданий ТСМ, то единственное, чем они отличаются, то, что ТСМ и со Стендином принимают А. А вот ребята из Копенгаген Вульф, к сожалению, не смогли. Ну, Стендин в действии, друзья. Сендин, твой звездный час, игрок команд Ракат не играет здесь. Рейн спокойно его закрывает по информации. Счет становится 10-6, и Кингвин, по-моему, не намерен избавлять обороты в этой встрече на первой карте. Так, тем временем, что ж у нас там в Твиттере происходит? Сейчас быстренько возьму планшет, чтобы было понятней, как минимум мне, что вы пишете. К сожалению, не могу альтапнуться. Ну, а Кингвинчики попробуют организовать еще одну атаку. Ну, кстати, по закупу все вполне спокойно, адекватно выглядит. Два фармгана, два калаша, чтобы действительно работать безопасно на опен. А вот датская команда понимает, что у них начинает сейчас подгорать на их же собственной карте. Они понимают, что сейчас их ждут нереальные сложности. И они делают в левой бай, есть два вторых армора. Опять же, стендинг команды Сенден, Асилиан 5-7 и второй армор. Глэйви играет на скауте. Кстати, АВП. АВП от Глэйви, друзья, я думаю, мы увидим в этой половине, если он до него доживет и накопит. Это, кстати, на мой взгляд, один из самых недооцененных игроков датской CS-сцены. Почему он оказался в стеке Экс Копенгаген Вульфс, я не знаю. Но, по-моему, по мощности. И вот с 2012 по 2013 год этот парень настреливал... Ну, он делал из команды Веригеймс Котлету, из того самого НБК и Шакса. Этот парень делал... Ну, Шакса там не было, тем не менее, он делал эту Котлету. Так, попытка выхода на АДКонтакты и минус ЭКМ в стене команды Кингвин. Как-то они странно работают, знаете, в очень важном раунде, потому что под Бенни кто давить не стал. Так, два против одного на длине Майкелеля. Забирает Асилиан скрим. Перехват инициативы на центре не дает сыграть в поджиме Сэндену, которому удалось зайти в спину. Ну и, по-моему, здесь должна включиться... Да-да-да, должна включиться мысля о том, что продолжать атаку на этот тупо. В итоге Кингвин разворачиваются и будут выходить на Б-плэн. Терпят дым. Скиттен в паре с... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тут дачане оказались на шаг впереди. Успели перетянуться. Начинается пуш с Крима. Скрим справляется с плунтом. Видит девятку в этот момент. В спине работает Майкелеле. Заходит в девять. Забирает его последний на болоте. Остается Хюндалар. Боже, дачане в шаге от того, чтобы взять этот раунд. Проигрывают связки за две секунды до конца раунда. И бомба даже не ставится. 11-6. Как же все-таки дачане потеют, понимая, что проигрывать команде, еще и солянке, это очень-очень плохо. Это очень неприятно. Ну, вспотели парни. Ну, бьюсь об заклад был бы тэнский. Наверное, все-таки у них было бы все получше. Что ж, смотрим, что придумают сейчас игроки. Коллектива. Экс Копенгаген Вульфс. Мне интересна их расстановка. Ну, стандартно для себя. Опять же, вот удобные респауны заняли в агрессию. Есть чекби хайт на длине. Асилиан мог допрыгаться, но минус 40 его, по-моему, успокоит. Хюндон также играет чекби хайт на бепленте против Скитона. Но в этом раунде кингвины по одному не лезут. За что им можно, в принципе, выразить большущий респект. Ну что ж, Майкл Билл. Игра на длине в паре со скримом. Это даже тройка. Это даже тройка с бомбой. Чекнут ли они Асилиана, я не знаю. Но этот парень сейчас может просто спроизвести фурор. Опять же, позиция стандартная. Поэтому, да, чекают выход на точку. Без какого-либо сопротивления со стороны датчан. И это, по-моему, 12-е очко встания команды кингвин. Вы знаете, судя по игре, смотрится очень хорошо. Так, зачем прицел поменял? Друзья, я прицел не менял. Вопросы к режиссеру. Датчане сейчас покажут сильную игру. Мэби куда-нибудь в топ-3 залезут, получат спонсора, развалят пузо и прекратят нормы играть. Ну, не знаю. Вот у таких команд, где Хюндл, Арасилиан играет, Глейви, да, у них всегда была проблема со спонсором. Но на профессиональной сцене им реализоваться все равно не давали. Я считаю, что эта команда будет донором для коллектива ТСМ в будущем и для команды Дигнитос. Приветствую вам. Как считаешь, за Т сторону смогут сыграть кингвины лучше? Ну, вот сейчас, по-моему, ты видишь, ты получил, уважаемый Сергей Генералов, ответ на свой вопрос. Ты видишь, что происходит. А этот раунд, по-моему, покажет все. Ого, что задумали кингвинчики-то, друзья. Флешка нужна, скриму просит. Флешки дайте, флешки нет, говорит, флешки не будет. Братан, уходи оттуда, он уходит. И кингвин могли сейчас просто на 200% поразить своей нереальной агрессией оппонента. Но шестой чувствуем, походу, подсказывает, что там три на Б. Не знаю, это бы игроке в подвале, поэтому это информация от Асилиана. Станет сейчас на вес золота. И все сводится к тому, что, да, коллектив, коллектив кингвин был прощекан. Их занятие болото стало очевидным. Посмотрите, что делает Асилиан. Он уже перестраивается сейчас на лестницу. И будут обходить игроков атаки в спину. Они об этом даже не догадываются. Все действия происходят на шифте. Скрим увидел чек бихает прыжки. Попытка сыграть в зиги. И неужели это будет опен с Майки Леля? Нет. Нет. Асилиан. Асилиан уже в спине. Асилиан уже просто... Ох. Ну, тут вот будет провал. И провал команды кингвин заключается в том, что они просто не понимают, что их обошли. Вот и все. Хотя они идут... Ого! Вырубили Асилиана в спине. Будут продолжать атаку на Б-плэн. 26 секунд до конца раунда. Игра до контакта. Фоксирис. И есть опен. Правда, в линию встал Рейн вместе с Фоксирисом. В итоге моментальное перекрытие кислорода. Попытка занять точку. И здесь, конечно же, датчане не отпускают такую халяву. Асилиан совершает нереальную аркаду. Делает всего лишь минус. Но он дал всю информацию о своих соперниках. Собрал всю инфу с карты. И самое главное. Самое главное. В начале раунда он услышал весь топ от этого стада на центральном уровне точки Б. То есть болото. Ну и это позволило здесь быть готовыми к приему Б-плэнта. Ну, в общем-то, ситуационно. Ситуационно пока кингвин показывает, что ориентируется плохо. Но здесь уже должен работать тренер. Здесь уже должен играть тренер. Когда отойти, когда не отойти. Так, ну, Рейн, давай. О, Рейн готов? Нет, Рейн не готов. Асилиан его обошел в спину после этой эпичной флешки. Ну, такая флешка. Флешка-прилеташка. Ну, и Асилиана надо здесь разменивать. Вот без минуса по нему дальше действовать будет очень-очень тяжело. Но у кингвинов нет такого плана, как я понимаю. Потому что они хотят играть только на реализацию атаки. Асилиан снова в своем репертуаре уходит в спину после замеса на подвале. Ну, и сейчас будет очередной провал от кингвин. Ну, стрельба мощная. Но куда они идут в дым, я не понимаю. Где суппорт с центра? Выходят линейно. Нет поддержки огневой с центра. И на что рассчитывали сейчас кингвины, я даже не знаю. Моментальный ретейк от игроков защиты. Снова стопроцентное чтение поведения своих соперников от датского коллектива. И счет на табло будет 12-8. Фоксирис должен сейвить. Но этого не дает делать тот самый Асилиан, который, помимо того, что убил трех человек в раунде, снова сыграл неоправданно агрессивно и собрал львиную долю информации с карты. Что ж, денег нет. Денег нет. Поэтому предстоит сливать. Понимают, это кингвины. Но также понимают, что датчане намерены их продавить. Несмотря на то, что у них в составе стендин. Опять же, мы не увидели пока что ни одного нашифрованного, заготовленного момента со стороны коллектива из Европы. Причиной, наверное, тому является, опять же, мало время практики. Хотя они вроде тренируются очень много. Ну и, возможно, где-то коммуникация. Опять же, строить раунды в микромоментах, что-то готовить. Непосильный труд, если честно. Чтобы что-то нашифровать, должно пройти время. Тем не менее, в первом матче официальном составе смотрится мощно. Ну, тут тянут резину кингвина. Опять же, скорее всего, пытаются общаться, пытаются поймать свою игру. Может быть, что-то нам покажут уже в следующем раунде. Было бы неплохо для них, кстати. Для них один за два. И давайте смотреть за экономикой команды изданий там. Что у нас там? 5-100 от отсиля на 3-350. 2-500, 4-2-700 сендер на последний. Ну, по деньгам у датских команды все теперь хорошо. А еще и этот раунд закрыли. Экономики хватит аж на два минимум. Поэтому Тим Кингвин сейчас будет крайне сложно. Опять же... Ну, 7-750. У датчан закупка в ноль. Да, экономику у датчан сбить будет очень тяжело. Хотя, два раунда подряд. Два раунда подряд по традиции. Все может быть. Что ж, давайте наблюдать за матчем. Дальше. Так. Вот датчане, в отличие от кингвинов, туалеты занимают. Но занимают их как-то... Вот прибежали, раскидали, отошли. Глэйви. Ошибка на зигзаге тем временем под Б-плантом. Агрессия от Кингвин уже более оправданная. Кстати, на этот раз решили все-таки парни сыграть аккуратно через подвал. Понимаю, что выбивать оттуда придется рано или поздно Асилиана. Ну, они понимают, что, скорее всего, два предыдущих раунда у них было тело в спине. И за счет этого они проиграли. Ну и организация атаки на датчане, кстати, готовы принимать с подсадки. Датчане готовы принимать с подсадки. И суппортом является Мэйви, который кроет длину. И, ну, проблемным может закончиться этот раунд для кингвинов, если не будет опен-фрага. И должной внимательности не проявят парни. Но, видя бомбу, которая сейчас находится у скрима, мне кажется, что это будет фейк Апланта. Хотя датская команда понимает, что это фейк. Асилиан уже стягивается обратно на Б. Датчане раскидываются. Пока только красный игрок и игрок от стенки принимают дальнюю трубу. От скитана сейчас зависит судьба этого раунда. Он дочекает или нет. Дочекал минус Сенда. Но остается 10 кп у шведа. Игроки датского коллектива уже стягиваются на Б-плэнт в панике. Глэйви на точке. Асилиан поддержал. Есть минус. Мэйви, АВП, реализация. На ура. 3 в 4. Чистное преимущество за ними. Бомбу не дает поставить Глэйви. В спине промахивается Фоксирис. Это полный провал со стороны команды Кингвин. Они могли выйти на А дважды в меньшинство соперника. Но пошли на Б-плэнт и были прочитаны в очередной раз. Только на этот раз датчане сыграли Ванго Стайлом. Они даже... Ооо, ну тут вообще пожар. Пожар и снова минус экономика, друзья. В стеке команды Кингвин. Но здесь стоит думать. Здесь стоит думать все-таки над своим поведением в раундах. Потому что просто играть до контакта у них не получается. Играть разворот на Б-плэнт по таймингу у них не получается. О чем думает сейчас Долитый их тренер, я не знаю. Но ему не мешало бы своим парням сказать. Включите мозги, парни. По-моему, они плохо контрят эту карту. Но преимущества сейчас у Кингвинов не будет. По сути-то они его уже лишаются. На 12-11 выйдут волки. Это хороший счет. Опять же, при том, что волки играют со стендином и играют в камыч. Экс-волки. Ну, а Силя на пленте ведет активную перестрелку с двумя позициями. Ой, ой. В пачку получил. Не, не в пачку. 94 остается у него. Слабовато пока. Как-то неуверенно Кингвин наступают. Ну, видимо, общаются. Так. Читаю твиттер. Пока есть время. Почему вы не показываете игроков, которые сидят в зале и играют? Ну, потому что, наверное, у нас нет камеры, например, дома у Скрима. А вот ситуация-то посмотрите какая. Скрим-чита! Скрим-чита! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Скрим-то что творит? Бомба пищит. Ну, ладно, здесь его сейчас обыграют на перестрелке. Но, тем не менее, потащили. Тащили, поставили бомбу, дали буст к экономике. Скрим едва и два. Один в два не протащил в этом раунде. Тем не менее, дефьюз-бомба от Глэйви. И, смотрите, деньги заставляют. Заставляют ребята из Кингвин тратить деньги датскую команду. Но денег у них просто нереальное количество. 10 тысяч у Мэйви. Пятнашка у Эсилия на почти 16. 6300 Глэйви. Здесь просто два раздропаются. Еще останется на три. И первый байс ВП для команды Кингвин. Ну, второй раз уже берет Экзема ВП на этой карте. Опять же, в первой половине играл очень неуверенно. Сейчас у него есть шанс реабилитировать ситуацию. И отыграть длину в свою пользу. Но датская команда вообще никак не хочет оперировать. Ошибка от Асилия на игра на шариках. Отпустят или нет? Ой-ой-ой! Еле-еле Фокс с ним справляется. Остается два ХП. Стрельба датского форварда все-таки решила. Скиттен. Скиттен просто отсутствие понимания, что делает соперник. Ну, вот знает, что подвал... Вернее, знает, что болото занято. И тем не менее, все равно играет в опасный КС. Пытаясь выйти и застать врасплох. Получает демэдж спину. Сэнден в этот момент поджимает с Б планта. И снова тоже... Ну, короче. Друзья, Кингвин не возьмут этот раунд. Вот просто покажите, где находится Сэнден. Режиссера прошу. И вот по понятным причинам они его не возьмут. Но это опять инфа. Без ретейка этой позиции, без давления постоянного под Б плантом, на им зайти не дадут. Ну и Глэви уже пошел на шифте обратно в Аплент. Мэви ждет контакта. Ну, все, что нужно датчанам, это просто понимать, сколько времени... Сколько времени осталось. Хюндалар. Скилловой прием под флэш. Выпад. Вау! Экзем кроет. Экзем научился прикрывать. Вот это поворот. Вот Мэви на планте. Также пытается играть на фаззумах, но скрим его проносит. Неубедительно. Неубедительно играет датчанин на стрельбе в столь ответственный момент. Казалось бы, со всей необходимой информацией парни остались в этом раунде. И стендин команды походу... Ну, вот... Либо он промолчал, как партизан, и болеет за команду Кингвина, не сказал, что на Б будет чисто. Либо у коллектива экс-Копенгаген-Вульф не срослось со взаимопониманием таймингов. Именно с пониманием таймингов своих тиммейтов. Потому что один играет на выпаде, второй вообще ничего при этом не делает. Но Хюнден должен был, опять же, разыгрывать на верочку и минус один делать. С другой стороны, Кингвины подходили грамотно под длину в этом раунде. Опять же, Экзем постоянно прикрывал и все-таки свой минус сделал. И несмотря на то, что с Fatal Aurora начинался этот раунд для Кингвин, они его взяли. Но вы сами все видели. Если бы чуть больше дыма со стороны дефенса, то атака бы не прошла. 25-й раунд, 13-11. Три раунда нужно Кингвин для победы. Датчанам нужно два до Кумберто Брэма, чтобы была ничейка. Ну и деньги им пока позволяют играть. Как они хотят. Играть красиво. Без ярого принуждения. Ассилиан. Ого, вот это да. Дотошный джентльмен идет в аркаду. А вот теперь иди сюда, Славкий, говорит Рейн. На этот раз я буду сидеть и терпеть тебя до последнего. Фоксирис в этот момент вместе со своим тиммейтом Майкелелли пытается вскрыть игрока на туалетах. Но тот, в свою очередь, успел отойти. Фоксирис продолжает работать над центром карты. Датская команда в меньшинстве под Б-плентом. Кстати, Скитон. Вот она игра пошла от ребят из команды Кингвин. Делают выводы. Тем не менее, открываются и... Оооо! Ну, идеально сыграли на Б-пленте вдвоем. Тем не менее, на Пленте Хюндлер продолжает защищать точку. Уже второй минус к ряду в его исполнении. Выход злины от скрима. Идеальный хэдшот. И два в одного. Сэнден. Стендин коллектива. Экс Копенгагенвульс попробует протащить в этом раунде. Но полный контроль у команды Кингвин. Все, что нужно, это поставить бомбу, которую Экзем... На шифте. На шифте забирает. И ребята из Кингвин пытаются найти Стендина. Вот когда бомбу забыли, это обычно заканчивается фэллами. Посмотрите, что делает Сэнден. Он пришел на плент. Понял, что никого нету. И спокойненько... Споко... Опа! Погорел. Но тут без шансов. Эх, немного больше наглости. Занятие плента позволило бы ему здесь разменяться. 14-11. Идатская команда лишается экономики. Спустя 2-15 тысяч уходят. Но, тем не менее, форсбай сделать можно. Опять же, можно сделать форсбай на 5-7. Форсбай... С диглом. Ну и посмотрите. Дачане выбирают вариант развития событий. Два Фамаса, один Кольт, два 5-7. Без диглов. Без аркады. Стэк на Б-планте по-прежнему тот же. Та же самая схема. Глэйви Хюндалар плюс Санден. Асилиан играет соло в этом раунде. И он уже на детской площадке в центре. А вот ребята из Кингвин сейчас весьма непростое решение приняли. Решили сыграть выходом на Б-план до контакта. И твою налево. Шведское звено команды. Кингвин раздает, раздает на Б-планте, убирая все звено, которое, в принципе, должно было беспощадно работать в приеме Б-планта. Это минус два девайса, друзья. Минус 5-7 бонусом. И Мэви вместе с Асилианом как бы попадают в неудобную для себя ситуацию. Им предстоит сейчас тяжелое решение. Но оно не тяжелое. Им тяжело будет остаться в живых. А вот решение простое. Да, надо кого-то убить. Чтобы были деньги. 14-11 на табло превратятся в 15-11. Поздравляем, Кингвин. А я пока что чекаю твиттер. Что скажешь о Трейдзоне и о Слоупок Зоре? Друзья, Трейдзон это паблик, в котором Слоупок, замечательный человек, для вас трудится, работает в качестве гаранта и продает ваши пушки за реальные. Вы поняли. В общем, там все честно и прозрачно. Все правила можете прочитать там. Так, ты ставочки ставил. Нет, друзья, я ставки не ставил, но на Вулкуне сегодня делал команду для завтрашнего ивента. Так. Какова была твоя реакция на так называемый бан в Акскриму? Ну, я сначала поверил, а потом, соответственно, все мне стало ясно. И администратора ивента уволили на следующий день. Не забывайте об этом, потому что такие шутки, они вообще не смешные. Смешно, когда правда, а когда на самом деле фейкуют, это вообще неправда. Ладно. 15-11, друзья. Датская команда потерпела. Могла бы потерпеть сейчас фиаско, но до контакта Кингвин в этом раунде не играет, пытаясь показывать нам какую-то железную, скажем так, стратегию. Опять же, немного холда от этих ребят. Оставили. В свою очередь, Кингвина оставили с Китона под Бен. Он по-прежнему катает соло. Стэк Б-плента выглядит сильным. Оу. Ну, как-то тут, конечно, несерьезно сейчас стояли датчане. Опять Скидон разобрался с Б-плентом в одиночестве. Знает о том, что остается стендинг команды у датчан на Б-пленте. Ну, и вот тут зачем было Кингвинам идти дальше на А, я просто не понимаю. В итоге, Кингвина опять протупили. Опять бегут на А-плент. Хотя их позвали на Б, но они опять идут на А. Ну, и здесь 3 в 2 ситуацию. Разыграть Рейн и Майкелеле вряд ли смогут на 100%. Ну, минус от Майкелеле. Тут уже выход с банки от Эссилиана, и все заканчивается для них. Что ж, 15-12, друзья. 15-12 становится счет на этой карте. Пока все весьма... Пока все весьма печально выглядит для датчан. Ну, к сожалению, у них задосили игрока. Это действительно напрягает многих. Я думаю, даже болельщики Кингвин оценят этот момент. А болельщики датской команды точно расстроены. Ну, и первая карта, скорее всего, достанется именно Кингвинам. Потому что вы видите, что Бай вроде бы у команды из Дании хорошая. Но начало положено именно Рейном. Нереальный прострел. Обычно таких не ловят. Но в интернете можно. Ну, и подготовка Аплантады. Мы в девятку. И под моменталочки попробуют зайти против Сэндона. Опять же, горит угол. Очень тяжело. Сейчас будет защищаться на точке. Нет, нет. Удается, удается принять первые ступени выхода нападения на Байплент. Сэндон отыграл на максимум. Пытаются держать под постоянным... Вот опять. Опять в нужный момент Майкелеле спасает свою команду, когда... О-о-о-о! Майкелеле! Какой камыч от Экзема только что был на этой карте? Ну, я не знаю. Тот, кто видел моменты первой половины и второй от Экзема, думаю, останутся довольно происходящим. Айсилиан на 1 в 2 против АВП и АКМ без позиции. Пытается играть максимум. Моменталочка, но не вышло. Что ж, 1-0 по картам, друзья. В пользу команды Кингвин заканчивается эта катка с отсчетом 16-12. Нас с вами ожидает сейчас пик команды уже Кингвин. И это карта Де Инферно. Друзья, ну и по матчу, наверное, стоит отметить, что все-таки, несмотря на то, что... Команда Кингвин собралась недавно. Они уже показывают хорошую командную игру. Но, опять же, ошибки были. И ошибки были действительно детские. Недооценка оппонента со стороны Кингвинов здесь была на 100%. Потому что вот те три раунда, которые Асилиан заходил в спину, они как раз-таки показывают отношение к сопернику. Они были уверены в том, что этот чувак будет их убивать и дальше прятаться на Б-планте. Но Чел играл на информацию. И если бы, например, они его закрывали в первой половине, как и во второй, заранее, то, кто знает, счет мог быть бы разгромным и для ребят из здания. Тем не менее, 16-12, пик команды Undefined проигран, друзья. Мы к вам вернемся после небольшого перерыва, рекламной паузы на карту Инферно. И посмотрим, чем же закончится первый дебютный матч для команды Кингвин. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...